Сегодня в программе. Субтитры делал DimaTorzok А недавно по Тюмени прокатилась новая волна мошенничества. Мария не хочет показывать лицо. Она единственная девушка, которая в конце осени стала жертвой мошенников. Хотела устроиться на новую работу, но вместо обещанной зарплаты одни убытки. В интернете размещают объявление о том, что в администрацию, как правило, требуются водители. Граждане звонят по указанному номеру с телефона. После чего им сообщают, что они приняты, и им необходимо лишь подъехать на указанный адрес. Далее граждане доверчиво соглашаются. Злоумышленники здесь сообщают, что им необходимо положить денежные средства на счет сотового телефона. В случае с Марией будущий работодатель попросил закинуть 2000 рублей. В случае с Марией бывало сумма достигала и 4000, чтобы история оказалась правдивей. Соискатели просили еще заехать в магазин и купить кофе, обещая вернуть потраченные деньги при подписании договора о трудоустройстве. Но когда услужливый шофер уже томился в ожидании новой должности на проходной в администрации, злоумышленники просто пропадали. В такой ситуации только по официальным данным оказались 10 тюменцев. Впрочем, такой способ мошенники уже отработали в других регионах страны. Полицейские просят быть бдительными при переводе денег, неизвестным, а также не сообщать данные пластиковых карт. В частности, трехзначный номер на обратной стороне. Сейчас полицейские ищут виртуальных работодателей, которые так щедро размещали вакансии от имени администрации. И не только их. За месяц с заявлениями на интернет мошенников дежурную часть обращается до 150 человек в год 2000. В Тюмени были случаи, когда деньги удавалось вернуть потерпевшим, но везет лишь единицам. По статистике, чаще жертвами аферистов становятся пенсионеры. Осторожнее нужно быть и подросткам. С сообщениями-викторинами в них, чтобы выиграть приз, просят правильно ответить всего на один вопрос. Его конечная стоимость может доходить до нескольких тысяч рублей. Дарина Скорнякова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. И еще пара штрихов к информационной картине дня. На следующей страничке короткий блок событий. Депутаты обеспокоены процессом благоустройства Елевской рощи. По мнению народных избранников, там вырублено много деревьев. Этот вопрос обсуждали на комиссии Гордумы. Однако чиновники заверили, во время проверки в начале октября нарушений не нашли. Муниципальная экспертиза проводится органами местного самоуправления. Но в обязательном порядке к этой работе должны привлекаться не менее двух представителей общественных объединений. И этот случай не стал исключением. И у нас также соответствующие представители привлечены. Гилевская роща – единственный лесопарк в собственности муниципалитета. За Тюменский и Парк Гагарина принадлежат региону. Пора вставать на лыжи и коньки. Городские спорторганизаторы подготовили на декабре полтысячи уличных развлечений. Инструкторы будут вести занятия в том числе и на ледовых площадках и кортах. Ознакомиться с графиком проведения мероприятий можно на сайте администрации города, на портале «Тюмень наш дом» и в группах в социальных сетях. Тренеры будут работать не только во дворах. К примеру, в центре зимних видов спорта на улице Барнаульской продолжается набор семей для бесплатных занятий в дневное и вечернее время. Лыжная трасса освещается до 20 часов. Необходимый инвентарь выдается, а для детей инструкторы запланировали подвижные игры. Один на 110 тысяч в русском географическом обществе подвели итоги престижного конкурса «Самая красивая страна». Победителем в номинации «Народы России» стал тюменский фотограф Дмитрий Ткачук. Его работа «Отопление», на которой запечатлен ненец, была сразу же отмечена жюри. В итоге автор снимка получил награду из рук президента географического общества Сергея Шойгу. Дмитрию Ткачуку конкурировать пришлось 23 тысячами соратников по цеху. Фотографы России за 4,5 месяца конкурса прислали более сотни тысяч работ. Но тюменцев признали лучшим. Возможно, потому что у снимка есть история. Дмитрий помог герою фотографии выжить в условиях суровой тундры. Кто будет кормить учеников? Теперь у этого вопроса может быть несколько вариантов ответа. Ведь каждой школе дано право самостоятельно выбирать организаторов питания. К чему приведет конкуренция и какие перемены уже произошли, мы узнали. Сегодня в 15-й школе на завтрак сложные гарниры, котлеты из горбуши. Я рыбу не очень люблю, но то, что нам в школе дают из рыбы, то я всегда ем. Чтобы есть с аппетитом, начали даже особо разборчиво. В столовой сменили не одну бригаду поваров. Сейчас здесь общество чистых тарелок. В младших классах кушают все у старших классников отказы единичные. Разнообразили меню. Ну и предложили некоторым классам меню на выбор. И увеличилось количество детей, которые питаются в 2-3 раза. Новый шеф-повар особо следит за технологиями приготовления. При нарушении даже каши у ребятня есть не станет, не говоря уже о запеканках и сложных блюдах. Дети помладше, они, конечно, любят макароны. Но дети постарше съедают абсолютно все. Качество питания контролируют и родители. Их встречи с учителями и поварами стали регулярными, когда появились первые жалобы. Дети, в общем-то, отказывались есть те или иные продукты. Или в связи с тем, что это питание было холодное, они поэтому тоже не ели. Но наши, в общем-то, просьбы моментально откликнулись. В настоящее время ребёнка спрашиваю периодически, как вообще в школе питания. Она говорит, съедаю всё. Но питание до сих пор больная тема для многих школ. За два года состав поваров сменили в нескольких образовательных учреждениях. В 70-е пошли на более кардинальные меры и решили совсем отказаться от прежних условий. Судьбу школьной столовой решит тендер. Требований будет много. Это, конечно, качество питания. И ещё имеет значение сопровождающие требования. А именно клининговые услуги по приведению зала, обведенного в порядок. Содержание официанток, приобретение оборудования. То есть, вот та материальная сфера, которая обычно ложится на плечи школы. Кто решится на инвестиции, станет известно после Нового года. А родителям остальных школ тем временем советуют не стесняться и обращаться с претензиями напрямую к руководству комбината питания или директорам образовательных учреждений. Заменять обед бутербродами тоже не выход. Полезными продуктами накормить ребёнка вкусно. Это самая сложная задача, которая перед нашим комбинатом стоит ежедневно. То есть, мы всегда изобретаем что-то новое, чтобы ребёнок скушал рыбу, скушал кашу, скушал творог. Чтобы дети остались сытые и довольные. С Нового года в школьном меню может появиться и кухня народов мира. У технологов разработки уже около 10 новых блюд. Юлия Сауляк, Сергей Мякишев, Тюменское время. И в школе, и в доме, и в целом по стране хлеб всё-таки номер один в нашей потребительской корзине. Мы в мире главные хлебоеды. 362 грамма белого или чёрного в день съедают россияне. Показатели по другим странам выше 200 грамм в день не поднимаются. Самый популярный в России ржаной. На втором месте пшеничный из муки первого сорта. А на третьем разные плюшки-булочки из муки высшего сорта. Причём кризис для хлеба как дрожжи для теста. Продажи увеличиваются. В целом же этот продукт мы едим всё меньше и меньше. Но тем не менее, главными хлебоедами всё-таки остаёмся. Ну а хлеб начинается даже не в поле, а в лаборатории селекционеров. И сегодня у нас в гостях заслуженный агроном России, ведущий селекционер НИИ Северного Зауралья Владимир Новохатин. Владимир Васильевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой степени качество хлеба, который мы покупаем в магазинах, зависит от ёрнышек, которые мы высаживаем? Ну, что это средства производства? По старым советским расчётам, рубль вложенной селекции даёт прибыль 3875 рублей российскими деньгами. То есть рентабельность громадная. Это экономика вопроса. Мы сейчас спрашиваем вас, как покупатели, которые хотят купить хороший хлеб. Всё-таки от зерна он зависит. Поэтому селекционер работает не только на урожай, но и на качество. Качество хлеба, это считается главным приоритетным направлением любой селекционной работы. Зерно посеяли, растение выросло, его надо вовремя убрать. А у нас в Сибири, как правило, в Урале осень срякотная, дождливая. И в это время идёт уборка. Хлеб, перестояв неделю под дождём, сдержает свои хлебопекарные свойства. Но это же задача селекционеров, наверное, создать такой сорт пшеницы, который, допустим, устойчивый к прорастанию вот этому, когда влага начинается. Вы правильно заметили, что действительно в Тюменской области до 2006 года было сразу бич прорастания зерна на корню в последний период. Мы уделили этому довольно большего внимания и создали, внедрили в производство сорт пшеницы лютестин-70. Сколько он мог простоять? 25-30 дней до него погода стоял, 25 он удерживал, устойчивый, не простал. Но мы же говорим не о генной модификации, да? Это не генной модификации. Это свойство хлеба, свойство зерновки, уйти от экстремальных условий влаги. Владимир Васильевич, еще пару десятков лет назад Тюмень производила в большинстве своем фуражное зерно, которым можно было только скотину кормить. А сейчас мы какую пшеницу производим? Наша область может гарантированно производить зерно ценной пшеницы и производим ценной пшеницы. Мы обеспечиваем свою, себя и еще за пределы области продаем определенное количество. Скажите, а сколько лет уходит на выведение одного сорта? Ну, есть данные 5, 7, 8 лет. Ну, из вашей практики исключительно. Но в целом 11-12 лет. А как рождаются еще имена? Вот Тюменьская, 80. Это проблема, понимаете, вот сейчас мы в этом году передали сорта-сортное испытание и назвали его Калина. Понравился Калина, он чистый. Так почему Калина-то? Вот назвали Калина. Оно же примут, нас не примут, может по-другому придется назвать. Наверное, вы особенные, вы и ваши коллеги уж, наверное, над названием не колдуете. С названием проблемы. Да, легче вывести, чем назвать для вас. У меня внучка назвала сорт авиада. Внучка? Как ты назвал? Она по имени детей и внуков моих. Аня, Ваня, Ира, Дима, авиада получилась. Ну, красиво получилось на самом деле. Да, надо, чтобы было не менее в слое трегластых. А, это требование к наименованию сорта. Теперь женские имена не запускают. Наш регион сегодня качественным пассивным материалом, вот именно пшеницей, он обеспечен на 100%. На 100% так. А вот скажите еще, Владимир Васильевич, говорят, что наша селекция далеко-далеко отстала от селекции зарубежной. Это правда? Правда в том плане, что мы оставили в каком плане? В плане овощных, кукурузы и свеклы. И с зерновыми конкурентов нам нет. Скажите, вам, как руководителю селекционного центра, например, какого-то оборудования не хватает? Что бы вы хотели, чтобы у вас было и кратно бы увеличилась эффективность? Конечно. Раньше было, что у селекционеров должна быть интуиция. Но хочешь, не хочешь, нужны приборы. Сейчас только нужны деньги. И если будут деньги, будет результативность. Мозги у наших ребят есть, они неплохие. Интуиция есть. Значит, потенциал научной громады в России. Я думаю, наш потенциал не уступит никого на ближайшие 20-30 лет. Спасибо большое. Будем ждать новых вестей, новых сортов. Спасибо. Не нужно цепляться к бизнесу по надуманным поводам. Такой посыл в адрес надзорных служб накануне прозвучал в послании президента. Каждый, кто честно ведет дела, должен чувствовать себя защищенным. Особое внимание Владимир Путин уделил организации консультативной помощи начинающим предпринимателям. На местах бизнес должен оперативно получать ответы на все интересующие его вопросы. Президент достаточно четко и внятно сказал о реформе контрольно-назорной деятельности, о том, что нужно наконец-то уже перейти к рискориентированным контрольным проверкам, снизить количество этих проверок, повысить их эффективность, и тем самым также создать для бизнеса понятное, комфортное условие в этой части. А теперь о бизнесе аграрном. Пять лет назад в Тюменскую область на постоянное место жительства приехала первая корова калмыцкой породы. Правда, тогда это был официальный подарок нашей делегации от коллег из Элисты. А сегодня таких рыжих красавиц у нас уже не один десяток. За что эту породу полюбили тюменские животноводы? Уточняем. Этих рыжих буренок в селе Антропово иначе, как девчатами, не называют. Местные скотоводы привезли калмыцких племенных коров в Нижнетавдинский район в сентябре. Теперь это рыжие стадо – гордость фермерского хозяйства фаворит. Это мясное направление коров, это самое экономическое и выгодное. И это наша российская порода, которая более адаптирована к нашим условиям содержания. Менее восприимчива к болезням. Буренки полудикого содержания на подножном корму могут находиться до 9 месяцев, а значит сено заготавливать меньше. В 9 часов начинаем кормить сеном, кормим вначале, комбикорм даем. Затем солому даем в ферму. И вечером в 4 часа снова управляемся. Калмыцкая порода довольно быстро набирает вес и хорошо переносит суровые морозы. В этом фермеры убедились в ноябре. Вы заметили, у нас коровы практически все покрылись мехом. То есть это одна из особенностей калмыцкой породы. То, что они к зиме покрываются мехом, потом весна приходит, они линяют. И за счет меха и за счет кожного покрова, у них особенно кожный покров, они практически не мерзнут. То есть они выдерживают, я говорю, до 45 градусов запросто ходят. Любимицы есть, которые подходят уже и руки лижут. Все буренки стельные. Пополнение в стадии ожидается к весне. Мы выращивать будем, телок себе оставлять, бычков, естественно, будут получаться. И от бычков очень вкусное мясо, так называемое мраморное. Я думаю, что оно будет пользоваться спросом. Сейчас в стадии одни только телочки. Но уже в следующем году фермеры планируют завести и быков. Около десятка. Для того, чтобы здесь, на Тюменской земле, увеличивать поголовье. Наталья Жукова, Алексей Красных, Тюменское время. Сегодня каждый водитель может стать персонажем с фотоснимка, за который хочешь, не хочешь, но придется заплатить. Для этого достаточно просто превысить скорость. Факт зафиксирует специальная система. В городах Урала это сегодня самый надежный помощник ГИБДД. На Урале уже несколько лет активно внедряются технологии для безопасности жизни граждан. Пример – Магнитогорск. В городе с населением 450 тысяч в последнее время в несколько раз сократилось число ДТП. Причина – современная система видеофиксации. Ежедневно выявляется около ста нарушений, наверное, только нарушений правил стоянки и остановки. Что касается скоростного режима, то около нарушений 400. Люди стали ездить уже более внимательнее. Сегодня на дорогах в Челябинской области размещено более 30 устройств мобильной фиксации скоростного режима. Крис-П, именно так называют этот комплекс, полностью отечественная разработка. В ГИБДД говорят, эти приборы только за месяц фиксируют более 25 тысяч случаев превышения скорости. Через несколько дней после обработки данных водителю приходит СМС с номером постановления и суммой для оплаты. Причем здесь ошибки быть не может. Он автономный, так скажем. Вот внизу видите аккумулятор, от которого он питается. Внутри в приборе стоит флешка. На флешку фиксируются все нарушения. Она находится у нас здесь, скорее всего, под замком, посторонние, не имеют доступа к ней. Специалисты отмечают, водители Магнитогорска с пониманием отнеслись к массовому контролю. В Тюменской области такие системы тоже можно встретить на скоростных участках трасс. Но уже в следующем году они получат массовое распространение и в городах. В региональном управлении ГИБДД говорят, будут строже следить за состоянием госномеров. Они должны быть чистыми и хорошо читаемыми. А давайте я вас на память из-под ружья щелкну. Не надо меня из ружья щелкнуть. Я может только жить начинать. Опыт показывает, через несколько лет после введения систем контроля количество штрафов начинает снижаться. Водители берегут семейный бюджет и стараются соблюдать скоростной режим, чтобы лишний раз не попасть в объектив помощника полиции. Тем более в 2017-м их число в регионе возрастет в несколько раз. Никита Филиппов, Сергей Кондаков, Тюменское время. Удивить и поразить. Для нашего коллектива «Формейшн Вера» это уже пройденный этап. В этот раз они намерены шокировать не только качеством исполнения, но и темой своего даже не танца, а скорее хореографического спектакля. И вы будете первыми, кто увидит его и не только. Вместо фраков и бабочек купальные трусы. Шапочки разрешили не надевать. Мужская половина «Формейшн Вера» в бассейне не танцует, но отдыхает между тренировками. На сборах в олимпийской ребячке они уже неделю. Здесь можно и поиграть. Водное поло, пионербол и волейбол. Именно бассейн, сауна помогает расслабить все мышцы и восстановиться к следующему тренировочному дню. Крест талой крови на груди и 6000 страз Сваровски по периметру. Новую программу чемпионата мира 2016 будут танцевать в новых костюмах. Ангельская кожа, сетка, органза, фатин. Дизайн платьев от Александры Постильняк. Расклейка камней, забота спортсменок. Это очень кропотливый труд, все это самим наклеить, чтобы было красиво, аккуратно. Красиво они стали 17-кратными чемпионами России, многократными призерами Европы и дважды чемпионами мира. Даже старые композиции набирают сотни тысяч просмотров. А короли мира, вечная любовь и русский силуэт взорвали все соцсети. Но то, что готовят в этом году, мир танцев точно не видел. Что еще не делалось и на что другие команды не решатся никогда. А мы это можем себе позволить. Иисус Христос, суперзвезда, такого полное название мюзикла. В нашем спортивном варианте название композиции «Суперзвезда». Композицию ставили сразу шесть профессиональных хореографов. Среди них Михаил Ленский и Дмитрий Ефимов. Здесь нет религии, много смысла, но еще больше спорта. Невероятная скорость, сложная хореография. Зрители ждет сюрприз. В этот раз на паркете им расскажут целую историю. Будет и главный герой. На самом деле наши надежды и ожидания всегда единственные, потому что для нас нет места, кроме первого. Кстати, в команде изменения. Дмитрий Глушко ушел в бизнес. Мисс России Яна Добровольская взяла паузу. Вышла из декрета Юрия Хисамова, есть и дебютанты. Все почти танцоры с раннего детства мечтают попасть в эту команду. Это на самом деле очень большая ответственность. Чемоданы уже почти собраны. На веру будет смотреть весь мир. В случае победы они привезут в Тюмень золото. Анастасия Лизаревич, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Кстати, дебютный показ постановки состоится уже в это воскресенье. Правда, не в Тюмени, а в Венгрии. Чемпионат проходит именно там. А у нас палитра событий, спортивных и культурных, тоже вполне насыщенная. Решить проблему выбора поможет наша постоянная рубрика. Точнее рекомендует. Потоп в Тюменской филармонии. В субботу на сцену главного концертного зала области обрушатся потоки воды. Не волнуйтесь, устранят наводнение очень привлекательные сантехники. Это танцоры из уникального шоу «Под дождем». Театр искушения приезжает в Тюмень каждый год, но спроса на выступления меньше не становится. Вот и на этот раз билеты в кассе почти закончились. Ежегодно в Болливуде снимают около тысячи фильмов. А когда вы в последний раз смотрели индийские картины, пора это исправить. Тем более в одном из кинотеатров города стартовал фестиваль национального кино. В выходные зрители увидят три индийских фильма. В субботу мелодрама «Клянусь тобой любимая» и «Непохищенная невеста». Последняя картина 1995 года. На родине ее показывали в кинотеатрах более 20 лет. Так что приготовьтесь к долгому трехчасовому сеансу. Ну а в воскресенье фильм более современный 2013 года под названием «Безумно влюбленный». И, конечно, эта мелодрама тоже в лучших традициях Болливуда. Скоро Новый год, а значит пора задуматься о подарках. Хендмейд все еще актуален. Тем более по выходным можно научиться делать сувениры и разные милые вещицы не хуже опытных рукодельниц. В галерее творчество ремесел, что в музее ИЗО пройдут мастер-классы. В субботу детей обучат искусству аппликации с фетра, а взрослых – изготовлению чердачных игрушек. Цена уроков 300 и 700 рублей соответственно. Пока звезды биатлона соревнуются на первом этапе Кубка мира в Швеции, в Тюмени сражаются молодые дарования. В жемчужине Сибири стартовал Кубок России. В воскресенье на эстафету выйдут женщины. Конечно, лидеров сборной зрители не увидят. Но с другой стороны, в 2021 году Тюмень примет чемпионат мира по биатлону. И вполне возможно, что кто-то из новых участников будет отстаивать честь России через 5 лет. На этом у меня все. Пусть выходные запомнятся вам надолго. Главное – определитесь с досугом. Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время. В финальное мгновение эфира «Посвятим погоде». Прогноз представляет Вензелинский завод керамзитового гравия. Ваш надежный помощник при строительстве дома. Вензелинский завод керамзитового гравия объявляет суперскидки на стеновые и перегородочные керамзитоблоки, арматурные каркасы и кладочную сетку, бетон, ФБС, плитку облицовочную и тротуарную, кованые изделия, теплицы – все для дома. От фундамента до крыши. Купи зимой, забирай летом. Звони 72-7878. Итак, в обеих столицах завтра облачно с прояснениями. К вечеру возможны осадки. В Тобольске – минус 14, минус 16. В Тюмени – 11, 13, ниже нуля. Партнер нашей программы – санаторий «Березовая роща» в Елутровске. Это возможность совместить полноценный отдых и лечение. Проведи новогодний каникулы с пользой. Санаторий «Березовая роща» в городе Елутровске ждет вас. Звоните 36 35 00. На этом у нас все на сегодня. Мы встречаемся с вами в понедельник в то же время на том же месте. Хорошенечко проведите эти выходные и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова